Стоите. Он сейчас будет орать матом. Кричи. Молодец. Представляешь, и налево туда, в кулуар. Не, ну я не такой еще звезданутый. Что, пойдем дальше или нам мало еще? Друзья, ученик Олег вымучил поток, но он набрал таки достойно высоту. К сожалению, ближе к Монтовизе мы сегодня подойти не сможем. Можно было бы, конечно, рискнуть, но потом большая вероятность не выбраться из вот этой вот замечательной итальянской долины и не попасть назад в горную систему Франции. Мы как раз пересекаем границу. И я вам сейчас покажу адский перевал, на котором я зажигал с планерным прицепом. Ужас. Вашему вниманию, друзья, адский перевал. Здесь я проехал на своем автобусе с планерным прицепом. Посмотрите, как жестко поворачивает дорога. На территории Франции она вообще занесена. На территории Италии чуть-чуть читается. На территории Италии уклон больше. Я с ужасом вспоминаю вот это свое путешествие, вонь тормозов. Машина. Вот перевал. Италия. Ну и какие дороги лучше? Здесь хотя бы отбойник сделали. Вопрос, не раскорячимся ли мы с этим отбойником сейчас? Раскорячимся. Все. Вот, похоже, мы и приехали. Я бы уже... Второй раз я так не поеду. Это единственный раз, когда я такой контент-огонь снимаю, друзья. К сожалению, совсем много снега во Франции. Даже ни один поворот жесткий не читается. Но поверьте, я там... Надо же было. Я эту дорогу просто сверху смотрел. Мне она сверху казалась абсолютно нормальной. Такой некритичной, проезжабельной. Знал бы, сюда бы не поехал, если бы я знал, что будет такая дорога. Ну и на территории Италии видно, что тоже... Видите, какие зигзаги жесткие? Практически на 180 градусов жесткий разворот. И как там вот этим автопоездом с прицепом развернуться? Я даже не знаю, как я здесь спустился. Второй раз в жизни я никогда не лишусь на такой ужасный подвиг. Вот, смотрите. То место, где первый раз я чиркнул жестко прицепом и понял, что пути назад уже нет. Да, коровки. А ты уверен, что мы высоту больше набирать не будем? Видишь? Вон дорога просматривается. Да, но потом. Там нет серпантина. Да? Да. Ну ладно. Ну, пробуем. Оп. Нормально. Это этим, задом он бьется. Вот сейчас перед крылом, посмотрите. Видите, какой? Один левый разворот, потом в жесткий правый. Это, конечно, было ужасно. Смотрится сверху так себе вроде как. Я, честно говоря, не ожидал такого жесткого серпантина. Знал, что будет ужас. Но точно знал, что не ужас, ужас, ужас. И посмотрите, здесь каким-то боком катаются горнолыжники. Вот их трасса. Не знаю, здесь что ли подъемники есть. Сейчас мы перевал будем проскакивать на малой высоте. О, смотрите, забираются сюда. Наверное, какие-нибудь скитурчики. И потом раз, вот так вот, чуй. Вот их место, куда они поднимаются. Даже может какой-то подъемник есть, что ли. Ну, смотрите, точно. Или просто какая-то стоит вышечка. Нет, не видно тут никаких подъемников. Да, они тут скитурят пешком. Прыг-скок, скок-прыг. И потом мы тоже, я тоже хочу, как лыжник. Давай мы с тобой гигей к нему. А? Давай. Ты готов? Да. Сейчас мы жарим, как настоящий боевой лыжник. Вон лыжник. Где? Вон не зайдут. А, смотри, это получается, наверное, с территории Италии, что ли? Да, вот они, эти лыжники. Вот мы к ним спускаемся. Ну и посмотри, как не можем. Ничем не хуже лыжников. Главное сейчас не намотаться на что-нибудь. Сейчас я сброшу скорость и с левого виража пойдем параллельно склону. Готов? Готов. Ложусь на грунт. Вот это я обожаю прям. Я не знаю, выберемся мы отсюда или нет потом. Смотри, это двухстах, мы как настоящий лыжник. Так, крылом не зацепиться, подъемник не зацепить какой-нибудь. Вау, друзья! И мы таким образом достаточно бодро можем спуститься в лето. Ну что, смотрите, вперед идем, и скалы уже не так покрыты снегом. Вот, и впереди облака, и планер набирает. Наша текущая задача выбраться теперь отсюда. Потому что мы спустились... О, а мы сейчас рядом с обсерваторией, кстати, подлетим. Найдем мы там где-нибудь поток. Вы за нас не переживайте. Но здесь немножечко вот так пошалить, это же... Сама вселенная верела. Это, наверное, основная изюминка нашего полета. Смотри, опять я эгегейкнул. Йо-ху! Ха-ха-ха-ха-ха! Вау! Эх, надо было летающую камеру выпустить здесь. А то мы ее возим зря. Уже какой день. Сверху обсерватория, к сожалению, мы ниже нее приходят, пришли. Ну, может, сейчас какой-нибудь поток здесь возьмем, выберемся. От нее вот только купол виден. Ветер у нас... Ну, вообще, штиль пишет, но по облакам, видишь, тени летят. Вот еще лыжники. Мы как раз лыжники, да? Да вот, справа. О, это туристы просто, смотри. Туристы! Эгегей! А может, лыжники? Они на лыжах? Да. Мне показалось, что... Значит, лыжники. Опять эгегейкаем. Йо-ху! Тут, видишь, главное не превысить угол, потому что опасность... Снег белый, очень плохо чувствуется расстояние до планеты. Да. Поэтому важно быть очень осторожным. Так что, друзья, если вы хотите так полетать, вы сильно трижды подумайте. Все-таки у меня опыт большой. И то я, в общем-то, сейчас так сильно сконцентрирован, чтобы не накосячить. А вот когда уже идет грунт, ну, вот эти скалки, там уже не так страшно. И, конечно, когда эгегейкаешь, надо же понимать, что может быть всегда вот такая вот натянута дорожка канатная. О, опять горнолыжные какие-то штучки. Ну смотри, уже не работают, уже не катаются. Все, эти склоны закрылись. Да. Кончился сезон горнолыжный. Оп! А мы сейчас где-нибудь потом будем искать, выбираться. Вот мы вот по этому ущелью, по этому ущелью, друзья, ехал как раз, когда судьба меня ввела. Понимаете, надо подниматься по этому ущелью, подниматься выше, выше, выше и потом упереться. И потом стало понятно, что уже развернуться невозможно. После определенных поворотов понял, что теперь я уже вниз боюсь ехать, потому что такой второй раз поворот пройти очень страшно. И понимаю, что выше еще что-то предстоит. Вот это между двух огней, между двух капканов встречные машины крутят пальцем у виска и говорят, ты что, совсем того? Ну вот того, да. Да. Ой, даже не знаю, что сподвигло на такое приключение меня. Желание снять контент огонь, не знаю. Но мне казалось, так просто, так красиво должно быть. Я еду на чемпионат мира. Одно из первых приключений, кстати, ждало. Вот, крыло показывает доселенный пункт. И мы перепутали, свернули чуть левее. Поехали вверх в горы, с трудом там развернулись. Друзья, момент истины. Нам надо сдать задом. Марья Ивановна не туда нас повела. Нам нужна была нижняя дорога. Впереди там, судя по всему, разворота нету. Поэтому буду сдавать задом. Хорошо хоть этот, с горки едем. Привет, Барбола! Через 600 метров резкий поворот налево. Направляйтесь на северо-запад. Через 100 метров поверните направо. Через час мы развернулись. Резкий поворот. Ну, развернуться мы развернулись. Дальше что? Непонятно. Марья Ивановна, сучка крашена. Если ты еще раз нас заведешь не туда, я тебя не знаю, что с тобой сделаю. Посмотри, как красиво лучше. Сними, вон. Да, если бы навигатор нас сюда не завел, мы бы на эту красоту и не полюбовались. Наконец-то прохладный воздух. Наконец-то гроза, да. О! Снежные вихри внизу. Ты посмотри. Смерть сошел снизу. Сейчас у нас должен быть такой поток, что гей-гей-гей-гей будет. Сейчас покажу крылому. Смотри, направо. Я прям видел, как завертело снег. Вот крыло показывает эту точку. Там прям был такой снежный бурун. Ну и да, и вот сразу же немножечко жизнь-то наладилась. Как интересно бывает в горах. Набрали немножко высоты, друзья, и летим показать вам обсерваторию. Рядом, видите, достаточно много людей. Они обсерватории, наверное, любуются, гуляют здесь. Как выглядит зимой обсерватория. Замело ее посаговую маковку, но купола стоят. Даже один открыт. Не знаю, зачем наблюдают. Не ночь же, в конце концов. Кто из вас увлекается астрономией, вы должны знать, что они тут. Он, наверное, вращается, эта будка. Видите, у нее войница открыта в нашу сторону. Ух! Наверное, на эту, так сказать, обсерваторию есть какая-то тропа, по которой вот эти все замечательные люди ходят. Давайте мы рядышком с ними пролетим, порадуем их в стороне. О! Вау! Машет нам! Уху! Уху! Как вы по-космически. И теперь вниз опять. Уху! Не знаю, как это было выглядеть на камерах. Сейчас скорость 200. Разворот. И смотрите, друзья, как мы мимо пронесемся обсерватории совсем рядышком. Уху! Вот оно все. Вау! Я такое, конечно, обожаю. В ротор зря мы залезли. Но сейчас мой верный копайлот и ученик Олег рванет куда-нибудь в термик и наберет высоту, спасет нас. С левого ракурса вот так вот ниже склона. Уху! Уху! Юху! Снимают нас. Да. Ну еще разочек. Мне всегда говорит Клаус, Игорь, радуй людей. Люди увидят когда-нибудь этот красивый спорт в горах и, в принципе, захотят летать. О! Блядь! Чего? Страшно. Страшно? Мне тоже. Ладно, завершили. Вы видели, друзья, как мой ученик ругаться умеет, а? Вот так, оказывается, большой мальчик. Не думал я, что он такой хулиган. Как это казался высокультурным все время. Вот. А тут бац! И на высоте 3 метра над землей вдруг выругался. Ладно. Я посрался. Я посрался. Ну ладно, слушай, там еще зазор-то был. Еще метра полтора. Может, там было ниже. Не везет нам с потоками, друзья. Что-то мы все ниже и ниже. Никак не можем зацепить поточек. Там решили не спешить, тут решили не брать. Ну и вот видите, как... Я даже не могу сейчас завершить вираж на склон, потому что рискую в него врезаться. Но пройтись рядом с таким снежочком будет тоже красиво. Смотрите. Ух! Ух, какая скалища впереди. Ну должен где-то воздух подниматься-то. Скалища, работай! Да. Не с той стороны я, конечно, немножко... Надо с другой стороны пройти. Но тот самый случай, когда у тебя всего лишь 2 700 метров. Мне кажется, огромная высота. А на самом-то деле... О, сейчас очень красивый вид на этот склон. Сейчас возьму, попробую на западную часть этого склона перелечу. Судя по... Ветер дует. Может быть, даже какой-то динамик будет. Судя по компьютеру, ветер достаточно сильный. Проверяем. И в этом случае мы по этому клуарчику можем просто восьмерками выбраться. Вот, есть какой-то поточек. Начинаю красиво работать. Но мне самому очень нравится в таких местах летать, что виды непередаваемой красоты. Эти валуны внизу валяются какие-то и так далее. Что-то как-то невнятно. Попробуем еще дальше пройти вот на эти валуны. О! Вот это уже лучше. Вот это уже хорошо. Ну, обязательно надо дать вам ракурс прохода на скалу, несмотря на то, что есть поток. Я сейчас буду пугать своего ученика верного. Смотрите. Он сейчас будет орать матом. Кричи. Да, молодец. Представляешь, и налево туда, в кулуар. Не, ну я не такой еще звездонутый. Конечно, друзья, вы спросите, страшно ли мне? Да, в принципе, да. Вот. Мне самому, когда я так летаю, страшно, но чуть-чуть. Больше, я бы сказал, восторженно. То есть чувство глубокого и неизгладимого восторга переполняет меня, когда я летаю вот рядом с такой местностью. Ух! А поток куда делся-то? Скорее всего, вот с этой скалы он сходит. Сейчас мы его возьмем. Ну, что уже надо завершать это эгегей и спокойненько набирать высоту. Ну, хороший плотный поток. Закрылочек у нас в нормальном положении. Вот это вот неприятная ситуация, когда ты на склон вот так носом на скалу несешься. Но до скалы достаточно далеко, поэтому берем потоки, пошли в небо навинчиваться. Ой, вот это, наверное, один из красивейших ракурсов дня, согласись. Вроде бы и выше были, но уж больно скала красивая. Да? Да. Давай щелочку пролетим. Один разочек. Давай? Давай, давай. Черт, сейчас. Друзья, знаете, какое хульванство я сейчас сотворю. Вокруг скалы в щелочку. Бля. Здесь здесь держат. Вот это я хотел сделать. Смотри. До скорости-то немерено. О! Вот так вот. УАААААА Р Eduardo И в поток прям. Чпок! Что? Что ты задышал так глубоко, а? Неужели страшно? Ну, что-то... Все-то, да. Попить водички? Ну, попей водички. Друзья, ну, видите, довел, можно сказать, до истерики ученика. Пьет воду, чтобы успокоиться. Это вода, это не чай. Ладно, забирай ручку, работай. Так тебе повеселее будет.